Девушки отдыхают Здесь 10-й и предпоследний, последний будет в Китае На сей раз отправляемся мы в эту пустыню, где простроен великолепный трек для соревнований всевозможного рода Впервые с 99-го года, когда Fiat GT и организовалась, Европа покидает вот этот чемпионат 10-й раунд он прошел на новом совершенно автодроме Дубаи Лишь в 2004 году он начал функционировать и представляет нам все этапы Вот как раз он показывает нам месторасположение, кто не знает Итак, 33-й номер это Мазерати Мико Сало Прошу любить и жаловать, бывший пилот Формулы 1 Теперь он выступает Fiat GT и... Мико Самый, представляйте нам Здравствуйте, Мико, добро пожаловать на 10-й этап LG Super Racing в Дубае Здесь очень жарко, но я думаю, что у нас будет великолепная гонка впервые здесь И давайте посмотрим на этот автодром, что он себя представляет Окей, вот это вот как бы старт-финиш прямой, говорит Мико Очень грязная трасса Песок остается на всей протяженности И первый же поворот очень-очень долгий С шестой передачи мы сбрасываем очень серьезное торможение Далее на второй передаче мы проходим Спускаемся и... Связка поворотов Далее следуют очень легкие повороты Очень легкий разворот Шпилька и дальше мы набираем обороты Проходим этот... На третьей передаче и дальше разгон Снова разгон, длинная, прямая Доходим мы до шестой передачи Очень-очень нужно здесь быстрым быть И потом резкое торможение До второй передачи мы опять спускаемся Вот здесь нужно очень удерживаться У меня сейчас как раз и не получилось Еле-еле я поймал машину Потом у нас будет правый поворот Также очень сложный Поворот направо Дальше снова впрямая Мы снова набираем обороты Идем вперед Длинный Левый поворот И... Поворот налево Мы снова его не видим Нужно спускаться до низшей передачи Снова поворот направо И мы Выезжаем напрямую И поворота закрытый Мы его не видим Снова до последней передачи До ниши До второй Мы спускаемся с передачи И линия старт-финиш Мы снова набираем обороты Так что очень сложный Предстоит нам гонка Сложный автодром Но мы надеемся Что все будет у нас хорошо Вот Это собственно говоря Был один круг Она предстоит проехать Три круга При температуре 40 градусов Это будет одна из самых сложнейших гонок Но оставайтесь на Евроспорте Ну так Сама гонка Вот сейчас начнется Команды уже выстрелились на Прямой старт И в общем зачете Пока что лидирует Капилари Галин 80 очков 58 с половиной очков У Гарделла и Боби Далее карт Виндлингер А Бобини и Петер На шестой строчке Делят они По 46 очков 42 очка У Колдерали И интервью С Матео Боби Пилотом Феррари Ну что же Вы стартуете С пол позишн Сегодня Это будет очень жаркий день Что-нибудь специальное Вы поставили Свою машину Да конечно Мы поставили Попробовали Хлаждающие системы Но надеемся Что они нам очень помогут Потому что это будет Очень сложная гонка Сегодня будет Просто марафон Какой-то Это будет ненормальная Гонка для меня И думаю Что машина Может и не выдержать На самом деле Джонни Херберта Пилота Мазерати Спрашивает Это новый Автодром Сегодня Что вы думаете По этому поводу Да Это новая трасса Я думаю Что это будет Одна из лучших трасс Вообще В со всем чемпионате Очень хорошо И построили Эту трассу Очень хорошие Повороты есть И медленные И быстрые Так что Посмотрим Не думаю Что Песо Доставит нам Так много Проблем Мика Сало Снова на ваших экранах Вот сегодня Вы прокомментировали Нам круг И как вы думаете Три часа Все-таки Вы сможете продержаться Но это будет Тяжелой гонкой Я надеюсь Что будет Прохладно для меня Но очень жаркую погоду Нам обещают Но все может случиться Итак Сейчас будет дан Старт гонки Команды ушли Технический персонал Отпущен И На прогревочный Круг уходят Гонщики Итак Температура 30 А может быть Даже и больше Градусов по Цельсию Многие команды Постарались Какие-то Создать Условия Для того Чтобы гонщикам Не было так жарко Некоторые Ставили кондиционеры Некоторые Какими-то другими Путями добивались Охлаждения Гонщика И вот Первая стартовая Первая стартовая линия Это Бобби Гардел Херберта Симонни Вторая строчка Это Бертолини Сало Морбидели Бобини Дальше Агусто Лансьери Руперти Барте Сальцин И так далее Ему там подобное Вот И Отметим Что Ни одна из машин NGT Не смотрела Класса GT Пескатурри Мелло Были лучшими С десятой строчки С десятой линии Стартового поля Они будут стартовать С ними Массен Лур Васильев и Фоменко К сожалению Заняли Показали только 23-е время По результатам Квалификации И соответственно Уйдут в гонку Но то что наши ребята Борются и борются Отчаянно Это очень хорошо Пожелаем им удачи На этом этапе И на последнем В В Китае Ну и пока что Васильев занимал у нас Алексей Васильев Пятое место Фоменко Одиннадцатая И будем надеяться Что сейчас Они заработают себе Очки И смогут приблизиться К лидерам Общего зачета Этого года Стефан Артели Эммануэль Галлард Лидирует По 82 очка У них Саша Массен И Локас Лур На третьей Четвертой строчке 75 с половиной очков Вот Алексей Васильев Пятое место Пока Но для этого Нашим Ребятам Из команды ЮКОС Фрайзингер Моторспорт Надо выступать Достаточно уверенно Итак Старт Этой гонки Будет дан С минуты на минуту Фабио Бобини На ваших экранах К сожалению В этом году Он выступает Не очень хорошо Сенсу Калдерали Калдерали Седьмая Восьмая строчка Пока что У них Только лишь И вот Сейчас Как раз Старт Гонки Даст Один из Шейхов Этой страны Объединенных Арабских Мелотов Кал Витлингер На ваших экранах Он снимает Пятую строчку В общем зачете И со своим Напарником Маркусом Они конечно же Постараются Показать хорошие времена Теперь у нас Морбидели На ваших экранах Это команда Еще одна Еще один Борит Феррари 575 Маранелло Склопини Как раз Они и выступают Микка Сало Герой Нашего Репортажа С которым Мы проехали По всей трассе Посмотрим Что же у него Получится В нынешней гонке Фиат GT Гран Туризм Преведущий Он великолепно Проехал И свободные практики И квалификацию Стефан Артели Лидер общего зачета В классе NGT 30 градусов Уже печет солнцем Стоит забежать Вперед И сказать Что к сожалению Юкус Фрайзенгер Моторспорт Неудачно подошел К решению Проблемы жары Поставили они Кондиционеры Свои машины И техника Отказала И практически Всю гонку Все экипажи Ехали при жуткой Жаре Как они выдерживали Непонятно Но килограммов Ясно Очень много Потеряли И так Машины выстроились На старт И сейчас Видимо Будет Отмашка Флага Да Вот старты И старт Гонки дан Феррари Первое место Бобини К сожалению Сразу же уступает Команде Мазерати Не сумел Все умел Все таки Сохранить Своё место На внутренней Траектории И Феррари Пока что лидер Средом за ним Два Мазерати Герберда Симоне И Бертолини Сало Отсчёт Трёх часов Гонки Дан Что же будет? Сможет ли Мазерати Повторить Свою успех Преведущий Успех Когда они Выиграли Гонку Но По всей видимости Феррари Нацелены были Дать Серьёзный Бой На сей раз Потому что Всё таки Столько они Доминировали В предыдущих Сезонах Да и в этом тоже До появления Мазерати На гонках Fiat GT Естественно Они были Не намерены Мириться Вот с таким Новичком Гонки И 17 номер Это Ведлингер Карл Ведлингер На ваших Экранах Квалификации Показал он К сожалению Лишь 11 место Они заняли С Маркусом 11 время Показали И не очень Хороший у них Стартовый Стартовая Позиция была Но тем не менее Всё таки Ведлингер Пытался И пытался Пробиться Всё выше И выше В этой гонке На ваших Экранах 34 номер Одна из Мазерати Это Херперт Де Симона Как раз и есть 33 номер Это у нас Ещё Одно Мазерати Мико Саулу Он идёт Пока что На третьем Месте Уступая Феррари И своему партнёру По команде Де Симоне Маттэл Маттэл Боби Пока что Сидит в кокпете Феррари Лизирующего И его заменят Габриэль Гарделл Великолепно Вообще провели Эту гонку Маттэл Боби У нас сохранится Дальше едет Сайленс С7 Команды Ну и Не выходят Не могут выйти В лидеры Слишком много Слишком плотен Трафик И никак они не могут Никого обогнать Ну а две Мазерати Как приклеенные Держатся за Первым номером Боби И Гарделл Маттэл Боби Пока что Пилотирует Вот 34 номер Это и есть Джонни Херберт Он пытается Выйти в лидеры Второе Тре Второе Мазерати Который идет На третьем месте Пока что отстает Мика Салла Не желает По всей видимости Форсировать события Очередной Круг позади Тройка лидеров Неизменно Крупным планом На ваших экранах А два лидера Это Маттэл Боби И Джонни Херберт Из кокпита Мика Салла Как раз идет Сейчас у нас Трансляция Уверена Они держатся Вот Маттэл Боби Отрывается от Мазерати Чуть-чуть Он увеличил отрыв Тем не менее А сейчас уже Для Симоны В кокпите Второго номера В этой гонке Всего лишь полсекунды Разделяют Маттэл Боби И Дэ Симоны Мика Салла Пока что отстает Но это только Вот начало гонки И поэтому Ничего Точно говорить Сейчас нельзя Тройка лидеров Пока что у нас Безусловно Далее идет Саленс С7 Бартлес Альцин Скорее всего Ну вот если нам Покажут Сейчас вот Четвертого номера Кто же нас идет Преследует Эту великолепную Тройку Которая пока что Не дает Никаких шансов Своим соперникам Приблизиться Ни одной ошибки Пока что Они не допускают И снова нам Мика Салла Показывают Разгон Торможения Длинный поворот Левой Что же на сей раз Покажет Мазерати В своей дебютной гонке Они показали Великолепный результат Было это В Италии И вот Опять нам Саленс С7 Не показали К сожалению Никак понять Я не могу Пока что Кто же у нас идет На четвертом месте Да это не суть Важно На самом деле Потому что По всей видимости Именно вот эти Три экипажа Разыграют Подиум В этой гонке Первый номер Феррари И вот не везет Очень много Хотя шли сначала На четвертом месте Откатились в итоге На одиннадцатую строчку А не только И нам показывают Девяносто девятый номер Это Лур Артель Пескатуре Класс НЖТ Все три Пилота Из команды Юкус Фразингер Мотор Спорт Первые два точно А третий Это у нас Из команды Феррари И мы уходим На перерыв Ну что же Снова мы возвращаемся В гонку Восемнадцатый круг На больших экранах И Феррари Под номером один Под управлением Маттео Бобби Снова Лидирует Не снова А по прежнему Лидирует Следом за ним Снова два Мазерати Десемоны И Сало Руперти На четвертой строчке Пятый Эрдос И Пиаджи На шестом месте Личный Джуниор На седьмой строчке И далее По списку На ваших экранах Маттео Бобби Продолжает лидировать Вошли они В трафик Так называемый То есть Опережают сейчас Отставших уже на круг Из класса NGT Порше А вот У Мазерати Как раз появляется Более чем Три секунды Разделяют Бобби И Десемоны Еще две секунды Десемоны И Сало Разделяет Вот заканчивается Восемнадцатый круг И команда Мазерати Уже ждет Своих Гонщиков На Битстопе Но на наших экранах Снова лидер Маттео Бобби Который К сожалению В этом сезоне Лишь один раз Познал вкус Победы Было это На четвертом этапе Еще раз повторюсь И на восемнадцатом круге Маттео Бобби Заезжает В битстоп Меняется он С Габриэлем Гарделлом Местами Заправляют машину Меняют резину И посмотрим На каком же месте Они вернутся В гонку Напомню Что это первый Битстоп Еще и не Заезжали в боксы Ни Мазерати Ни Саленс С7 Первыми решились В команде Феррари Вот на такую На замену шин Пилоты И заправку Какие-то Видимо проблемы Чуть возникли С Посадкой Гонщика Второго Ну вот Все они решены И старт Никак не может Что ж такое Это с Габриэлем Гарделлом Видимо Он так ждал Этого Этой замены Что сам растерялся И не сумел Вовремя собраться Ну что же Марк Десимоны Пока что у нас Лидирует Сало Второй Гарделл Лишь на пятой строчке Возвращается Полторы минуты Он потерял На Питстопе Посмотрим Как команда Мазерати справится Как механики Мазерати справится Со своими обязанностями А вот и Группу поддержки Не представляю Как можно Три часа Стоять на этой Солнцепёке За 30 градусов Шкала термометра Зашкаливала И Тенец сидит сложно А они стояли На открытом месте Ну что же Тридцать четвертый номер Десимоны Десимоны На ваших экранах Лидер Десятого этапа Чемпионата Виа GT Который Проходит в Дубай Один Более 11 секунд Разделяет Десимоны С его партнером По команде Мазерати Мико Миколепно Освоился В этой гонке И команда Мазерати Дожидается Своего Гонщика Первого Из 33 номер Сейчас посмотрим Нет Еще долго До поворота На битлейн Итак 33 номер Обходит он Уже на круг Какого-то из Участников Этой гонки Мико Сало По-прежнему По-прежнему Сохраняет Свою вторую строчку Чуть-чуть Он позадержался За Отстающим Гонщиком Тем не менее Вот сейчас Он наращивает Преимущества И вот он Заезжает На питлейн Все-таки Мико Сало Первый Заезжает На 30 Круге Это происходит Ну а 34 номер Десимоны Продолжает Накручивать Круги Сало Заезжает Бокс Бертолини Его меняет Посмотрим За сколько Справятся Теперь Механики Этой Итальянской Конюшни По всей видимости Быстрее Все-таки Они Исполняют Свои обязанности А Мико Сало Сразу же Уходят В боксы Чтобы Хоть чуть-чуть Остыть Потому что Жара Неимоверная В кокпите Еще жарче Ты еще должен Крутить Баранку При этом Следить за гонкой В общем Гонщикам Не позавидуешь На этом этапе И Довольно быстро Справляются Механики Мазерати Заправляют машину Сейчас будет Замена колес Нельзя Одновременно Это делать Проблемы С заправкой Были Некоторые Маленькие Но тем не менее Все обошлось Без пожара Без пламени И стараются Подражать Формуле Конечно Формуле Один Значительно Больше Механик Обслуживает Команду По эту Машину Простите И поэтому Все значительно Быстрее происходит Тем не менее И здесь Механики Стараются Изо всех сил И На ваших Экранах Габриэль Гардел Который Как раз И выезжает К прямой Старт-финиш Тем временем Мико Сало Уже Стартовал И посмотрим Сможет ли Сало Простите Не Сало Уже Бертолини Уже Бертолини Сменил Мико Сало Сумеет ли Бертолини Выехать Впереди Матео Бобби Ну что же Еще одна Мазерати Заезжает Уже лидер Лидер Этой гонки Де Симона Меняет В кокпите Джонни Херберт Еще один Бывший пилот Формулы 1 Ну что же Нашли они себя В Гонках Фио GT Надеюсь Здесь у них Будет Все в порядке Не лишатся Они своих мест Как вот В королевских Автогонках И Матео Бул Простите Габриэль Гардел На ваших экранах Он Едет Очередной Круг Четвертое место У него Уже Поднимаются Они Все выше И выше По той мере Как заезжают Команды В боксе На питлейн На питстоп И Посмотрим Что же будет После первой волны И Класс NGT Нам с вами Показывают Калар Массен МЛО Вот такая Вот Пока что У нас Ситуация В классе NGT Ну и Калар Это Как раз Вот он На ваших экранах Это Юкос Фрайзингер Моторспорт Лидирует И Габриэль Гардел Выходит В лидеры Джонни Херберт 11 секунд Ему проигрывает Ну вот Такой же Такой же Было Расстояние Между Угонщиками 33 номеру Не везет Бертолини К сожалению Задымился у него Мотор И он выбывает Из гонки Вот это Посеред Для Мазерати На самом деле Великолепно Великолепно Они проехали Первых Два этапа В которых Участвовали Ни одного Схода И вот Теперь Вот такая Неудача Ну что же Сейчас мы Посмотрим Что же Скажет нам Андрея Бертолини В интервью Мазерати С двигателем Ну и Не знаю Команда Будет разбираться На тестах Все хорошо Но мы постараемся В следующей гонке Собраться И исправить Эту ситуацию Ну что же Восьмой номер На ваших экранах Это Гудвин Фонте Салендес 7 К сожалению Задымился И сошел С гонки Ну что же Добро пожаловать Снова В гонку В Дубае Очередной этап Чемпионата Амфия Четвертый номер На ваших экранах Это Лечнер младший Сейлер Маргарин К сожалению Они очень плохо Выступали На этом гран-при Матео Боби Пока что Лидирует Вот После 62 кругов Десимоны Второй Бартес Увы Бартес Третий Калдорари Четвертый Бобини Лишь седьмой Но тем не менее Тем не менее Для Бобини Это хороший результат Он на пятом месте В общем зачете Ну а Фабрицио Галина Лука Капеллари Лидирует Очередной Питстоп Одного из лидеров Этой гонки Боби Матео Боби Снова покидает Кокпит Габриэль Габриэль Гардел Садится Мазерати Мазерати Полный сезон Габриэль Шестую строчку Шестую строчку Занимает Лур Уже на седьмом месте Это лидер В классе NGT Артель Стефан Артель Восьмой Пис Которий На девятой Строчке Значит он Третье место Занимает В классе NGT Два Парше Впереди И Феррари 360 Модена На третьей строчке Темнота Уже Спускается На Белином Арабские Эмираты Там Нету Практически Сумерек Сразу же Темнота Обрушивается Так что По всей Видимости Гонщики Будут доезжать Эту гонку Уже При полной Темноте Включат они Фары И гонка Усложнится Всегда В темноте Значительно Сложнее Ехать Недаром 24-часовые Гонки Очень сложный Как раз Темный Период Суток И 34-й номер По-прежнему Наслидирует Десимоны Уверенно Ведет Свой Болид К очередной Второй Победе В этом Сезоне Из Трех Возможных Для Команды Мазератти Сколько же Между лидером И вторым местом Габриэлем Гварделом У нас Пока что Нам этого Не демонстрируют Но по-сей-дем Отрыв Уже Увеличился Вот Напряженно Смотрит Команда Мазератти Мико Салла Который К сожалению Уже Сашу Выбыл Из этой Гонки Ну что же Снова Нам показывают Снова Лидеры Этого Гонки Де Семоне Итак Двадцать С небольшим Секунд Между Габриэлем Гварделом И Де Семоне Сократился Отрыв Примерно На Девять Секунд Ну что же Похоже Байбазанова Вскипает Между Этими Двумя Гонщиками И Остается Проехать Еще По крайней Мере Кругов Десять Это точно И Все может быть Может быть Все-таки Габриэль Гардел Сумеет Опередить Или По крайней мере Догнать И Попрессинговать Де Семоне Ну что же Поживем Увидим Будут ли Питстопы Скорее всего Уже И нет Так что Все В руках Габриэля Гарделла Сможет ли Побороться За Первую строчку Или нет Вот Мазерати Чуть-чуть Не попадает В аварию 62 номер Это Пескатуре Мело Как раз Которые идут На третьем месте В классе NGT Не пропускает Мазерати Он уже Сигнализирует Фарами Стюарт Стюарт Также Показывает Голубые Флаги Этой Феррари 360 Модена Без Которей И Мело Чтобы они Пропустили Наконец-таки Но По сей Вот здесь Еще несколько секунд Потерял Для Симоне Конечно Для него Это Большая Достаточная Потеря Все-таки 9 секунд Отыграл Габриэль Гардел За Кругов 7-8 И Еще Несколько Секунд Потеря Хотя Они Конечно Пока что Не критические Ну что ж Поживем Увидим Ну что же Все Солнце Окончательно Покинуло Небосклон И Начинается Гонка Ночная В которой Конечно Габриэль Гардел Имеет Больше Опыта Чем Десимоне Вот 77 Кругов Проехали Гонщики 20 Секунд По-прежнему Отставание Гардел Дальше Калдераль Уже Минуту 20 Проигрывает У Вальсона Четвертое Место И Все Самое Интересное У нас Сейчас И Начинается Добро пожаловать Обратно И вот За те Шесть кругов Которые мы Отсутствовали В эфире Очень много Изменений Произошло Габриэль Гардел Сумел Приблизиться На расстоянии Буквально 100 метров Десемоны 188 тысячных Секунды Габриэль Гардел Проигрывает Десемоны Что случилось Мы пока что Не знаем Но Предполагать Можно Проблемы Наверное У Мазерати Еще На одной Мазерати Возникли С мотором Вот эти Факелы Постоянно Выплескиваются Из выхлопной Трубы Мазерати Проблемы Очевидные У Десемоны И Габриэль Гардел Идет На обгон На прямой Невероятная На самом деле Картинка Потому что Мазерати Гораздо мощнее Машина И напрямую Практически Невозможно Обогнать Нет Все таки Десемоны Сумел сохранить Своё первое место Не пустить В последний момент Захлопнуть калитку Перед дверью Перед носом Габриэля Гардела Но тот Не оставляет Попыток Атаковать Ну что же Гонка Приобретает Совсем иной Смысл 20 секунд Было На 77 Круге На 83 Круге Уже Буквально Сотой Десятой Секунды Разделяют Эти две Машины Вот интересно Что было бы Если бы Еще одна Мазерати Сохранилась На трассе А не вылетела Из-за проблем С мотором Мико Сало И Бертолини Антонио Бертолини К сожалению У них Сломалась Машина Вот если бы Она не сломалась Что бы было Очень интересная Гонка Захватывающая Получается На сей раз Добреет Горде Прикладывает Максимум Усилий Чтобы Все таки Выйти на первое Место Но на прямой Старте Финише Это невозможно Все таки Мазератик Гораздо Сильнее Гораздо Сильнее Феррари И если Только не ошибка В пилотировании Одессы Моны Только она Может решить Судьбу Десятого Этапа Чемпионата Фиа GT Который Проходит В Дубае Впервые В истории Этого Автодрома Ну что же Вся развязка У нас Вот сейчас Будет Обгоняют Они Очередных Гонщиков Более Медленных И Вот здесь Вот может Произойти Обгон Нет Вот уступает 48 номер Благородно Уступает Уходит На внешнюю Траекторию Уступает Мазерати Феррари Дорогу Чтобы Тени Потеряли Драгоценных Секунд И он Не повлиял На судьбу Этой Гонки Ну что же Что же Произойдет Пока что Ничего Непонятного Мазерати Сдерживает Атаки Феррари Не пускает Из последних сил Десимона Не пускает Габриэля Гардела Вперед Великолепно Он проходит Все повороты Не оставляя Ни единого Шанса Для того Чтобы Атаковать Габриэлю Гарделлу Судьба Судьба Этой гонки Совершенно Непонятно Вот Чуть-чуть Отпустил Феррари Мазерати 83 Круга Позади 179 Проигрывает Габриэль Гарделл Команда Феррари Напряженно Смотрит На мониторы Что же Что же Произойдет Сможет ли Габриэль Гарделл Обогнать Десимона Или нет Остается Буквально Несколько Кругов Для того Чтобы Совершить Обгон Наивод По внешней Траектории Пытается Феррари Обойти Нет И снова Десимона Великолепную Технику Пилотирования Демонстрирует Снова Закрывает Калитку Перед Самым Носом Габриэля Гарделла Очень напряженная Атмосфера В стане Феррари Мазерати Чуть-чуть Отрывается От Феррари Может быть Десимон Решил Все Уже Надо Идти Ва-банк Потому что Еще одну Атаку Габриэля Гарделла Он может быть И не Выдержит И снова Пытается Габриэль Гарделла Открывать По внешней Траектории Снова У него Ничего Не Получается Но Мазерати Должно быть Очень благодарны Десимоне Которые Просто Блестяще Проводят Эту Гонку Ни единого Еще раз Повторюсь Ни единого Шанса Для того Чтобы Вогнать На повороте Габриэлю Гарделлу Не предоставляет Итого Техническая Неполадка С машиной Может Помочь Габриэлю Гарделлу Выйти Вперед Имеется Ввиду Техническая Поводка Конечно На Мазерати Галдерари Идет На Третьей Строчке 84 Круг Позади И Вот Мазерати Завезжает В боксы Вот Это Подарок Настоящий Подарок Для Команды Феррари Габриэль Гарделл Буквально За 2-3 Круга До финиша Выходят Флизеры Вот их же Радость В стане Команды Матео Боби Врон Радость На заднем плане Обнимают Его техники Механики Что же Произошло На 34 Номер Заезжает На Плановый Предстоп Вот это Неожиданность Очень Большая Неожиданность Ну что же После Гонки Мы узнаем Непременно Узнаем Из интервью Участников Этих событий Что же Произошло С Мазерати Но Габриэль Гарделл Наращивает Своё преимущество В первом Месте Мазерати Теперь уже Совершенно Ясно Не Поднимется На первую Стручку Сумеет ли Сохранить Второе Место Джонни Херберт Вот это Мы с вами Сейчас увидим Халдерарри Попытается Конечно Побыстрее Проехать Круг Потому что Ему наверняка Сообщили Что он Может занять Второе Место И на Какое же Месте Возвращается 34 номер Джонни Херберт На втором Всё-таки На втором Херберт Возвращается В гонку Халдерарри Третий А вот это Большая Очень большая Неожиданность Практически Минуту Занял Пит-стоп У Мазерати И Второе Место В итоге Габриэль Гардел Лизирует В гонке Остается Буквально Круг Два До Финиша Уверен Он уйдёт Впереди Сейчас Мы с вами Увидим Сколько же Отстаёт От него Джонни Херберт Ну что же Что это у нас За команда Мы уже Не видим Полная темнота Опустилась На автодром В Дубае Пятый номер Это Уви Альцин И Бартерис Четвёртую строчку Они занимают В Общем зачёте Этой гонки Калин Галин На пятом месте Бабини Шестой И так 54 секунды Джонни Херберт Проигрывает Гарделлу Калдераре Третья строчка И по всей видимости Тоже окончательный результат Хотя проехать Ещё несколько кругов Надо гонщикам Но Технические проблемы Наверное Не будем загадывать Всё может произойти Мы уже были свидетелями Технических проблем В середине Года Возникла Такая проблема По-моему У Саленса С7 И они На последнем круге Буквально Сломалась По-моему Задняя ось У машины И они Увы Первого места Лишились И победа Досталась Команде Феррари И так Последний круг Остается Проехать Гонщиком Габриэль Гардел Лидирует Ничто ему Не угрожает Может он Даже сбавить Чуть-чуть Оборота Не обгонять Отстающих Потому что 54 секунды Преимущество Над командой Мазерати Очень существенно И ликвидировать На одном круге Единственном Последнем Такое Оставание Невозможно Ну что же Уже команда На бортике На заграждении Феррари И готовит Приветствовать Своего героя Массен и Лур Из команды Юкус Фразингер Мотороспорт Занимают Первое место В классе НГТ А в общем Защитие всей гонки Седьмую строчку Артели Колар На восьмой строчке Соответственно Второе В НГТ Без которой Именно Ло Из команды Феррари 360 Модена Выступают Именно на этой машине Десятая строчка В общем Защитие Третье место В классе НГТ Что же касается Алексея Васильева И Николая Фоменко То они Пятнадцатыми Становятся На этой Трассе Четвертое место В классе НГТ Снова они Чуть-чуть Не добрались До подиума Ну а Габриэль Гартел Ему остаются Буквально Последние Повороты Пройти Трассы Последний Поворот И Десятый этап Для команды Феррари Заканчивается Победой Столь долгожданной Не одерживали Они ее Уже очень долго С четвертого этапа И вот теперь Победа Правда На предыдущем этапе Победу праздновали Капилари И Галин Но тем не менее Мы поздравляем Команду Феррари И теперь у нас Сейчас нам Объявят Окончательные результаты Этой гонки Команда Феррари Естественно Радуется Но мы Зарати Расстраиваться тоже Особо не надо Все-таки Три подиума На трех Гонках Это великолепный Результат Проведенных В этом сезоне Вот Стоп фонарей Габриэля Гарделла Его Феррари 550 Маранелло Совершает он Крупп отчета Хотя Я очень сомневаюсь Что зрители Остались еще На трассе Увидеть все равно Ничего Невозможно Итак Финальное Расположение Кончиков Матео Боби Габриэль Гарделл Первое место Де Симоне Херберт Вторые Пьяджи Брюнер Галдерарри Третья строчка Барте Сальцен Четвертый Капилари Галин Лидер общего За счета На пятом месте Бобини И Морбидели Лур Вот это Класс НГТ Занимает первое место В своем Подразряде И прибывают машины На пит-стоп Уже окончательно Итак Интервью Матео Бобини Вторая победа В этом сезоне Второе место В чемпионате Ваши ощущения Это великолепный Результат Мы показали Сегодня Великолепный Но вот Сезон Правда У нас не очень удался Но тем не менее Это великолепно Что мы сумели Финишировать Впереди Мазерати Я думаю Что мы Проделали Очень хорошую работу В течение всего Уикенда Это была Великолепная гонка И мы Были быстрейшими Я думаю Что это Просто Мы Лучшие результаты И дальше будем показывать Габриэль Гордел Теперь спрашивают Это Вы победитель в Дубае Это просто Исторический момент Да Это просто Исполнение Нашей мечты Я думал Что Очень было тяжело Удержать После Первое место Перед Мазерати Мишлен Проделали Векабельную работу Это Шин Команда Просто Исполнение Моей мечты Матео Беликолепную работу Проделал В команде Со мной И моя мечта Сбылась Ну что же Теперь мы Спрашиваем Джонни Херберта Из команды Мазерати Сложная была Гонка И вы вообще Расстроены За что Проиграли Но это была Гонка Просто гонка Мы сделали Все что возможно Мы стали Заложниками Нашей стратегии Она была хорошей Но вот К сожалению Мы потеряли Очень много Времени На замене Шин Это судьба Просто Саша Массен Победитель В классе NGT Говорит Я рад Что я приехал Первым Это очень Великолепно Я победил На четырех Последних гонках И Теперь Моя команда Очень рада И я думаю Что нам По силам Победитель В последней Гонки Это была Очень тяжелая Физическая Точка зрения Гонка Да Это была Невероятная Гонка И я рад Что мы Победили Ну что ж Капиларий Галин Лидирует В общем Защитив 85 очков У них Гардел Боби На втором месте 68 с половиной Очков Поздравляют Победителей Шейх Вручает Призы Матео Боби И Габриэль Гардел Триумфаторы Первого В истории Дубаи Этапа Чемпионата ФИА Джити В классе Нжити Галар И Артели Лидируют 90 очков У них Лур И Массен Отстают На четыре с половиной Очка И судьба Чемпионского Звания В классе Нжити Решится На последней Гонке В Китае Ну что же Вот таким Получился Захватывающим Очередной Десятый Этап Чемпионата ФИА Джити Все здесь Было И вылеты И трагедии И невероятная Борьба И невероятное Возвращение Но мы поздравляем Еще раз Матео Боби И Габриэля Гардела Которые В соперничестве С командой Мазерати Сумели вырвать победу И таким образом Подарили интригу На следующий сезон Субтитры сделал DimaTorzok